Каждый год 15 декабря мы с девчонками ходим пить. Надо скажи, что за праздник 15 декабря? Праздник день кровных подруг. Что за кровные подруги? Что-то у нас кровь была когда-то, пальцы выковырянная, последняя, и мы и обменялись. Нам было тогда, не знаю, я помню первый раз тогда, разгуляй пила. Мне кажется 9 класс, нет? Что? Мне кажется 9 класс, нет? 9-15 лет. Ну поэтому 15 декабря ты. Это круто. Почему? Так вот, это день подруг вообще. Вот мы кровные, потому что обменялись в крови. У нас теперь одна кровь лежит. Так что при аварии они, кстати, при потере крови. У меня все еще вторая положительная. Ну первая положительная. Что, не поменялась кровь? И в этот день мы всегда собираемся вместе и отмечаем. Обычно да, чтобы не произошло. У нас даже был когда-то договор, где наши отпечатки типа пальцев. Ну это мои дурные были там. Сейчас бы мы не стали на пальцах. Ну и стук по пьяни. А мне жалко, что этот договор не сохранился. Вот, короче, сейчас с ним произошло с этим договором. Ну мы периодически, вот у нас четыре школьные подруги. И как водится, кто-нибудь там отколупывается, кто-то с кем-то ссорится и против кого-то дружит. А, и в общем, одна из подруг у нас, так как у нее юридическое образование, была хранительницей договора. Офигеть, она хранительница была, представляешь? Да, верили. Короче, в тот момент, когда мы были в ссоре с ней именно, конфликт был. Она с обидой и с злостью его, короче, уничтожила. Она ругалась над нашими традициями. А там прям был текст, договор, он был заламинированный, да? Нет. Скотчем мы заклеивали, его типа ламинировали, вот нет? Мне кажется, не знаю, значит скотчем, но на самом деле не ламинировали. Ну, в общем, тогда ладно. Все равно уничтожено. Вон теперь его нет. А традиции остались. Теперь каждый 15 декабря... Одна из подружек постоянно жалуется, что зимой холодно отмечать какие-либо праздники. Давайте перенесем на вишну. Или что, на лето она хоть что? Танюха постоянно, каждый говорит, давайте перенесем на лето. Мне кажется, летом тогда надо делать репетицию генеральную. Или нет, отмечать, короче, один год и потом полтора года. Короче, два года, два раза отмечать. Тем более у нас Танюха вступила-то позже в наши ряды. Ну да, да. У нас, в общем, была... Вначале была одна кровная сестра. Потом мы ее обменяли на ее сестру. Как она уехала в другой город. Ну все, мы пошли... куда мы пошли? За шампанским? Там. За курочкой. За мандаринами. За мандаринами. У нас все смотрят странно. Кстати, курочки в другой стороне продаются. Ну что, у нас сейчас тогда красно-белая, ко мне потом ситно. Да. Всем пока. Всем хай. Всем хай. Всем хай. Суббота утро. У нас сегодня соревнование у Данила подзюдов. Так. И сегодня нам еще натягивают потолки дети. Скажите. Здрасте. Что ты сказал? Здрасте. А я что сказала, дети натягивают? Сегодня нам натягивают потолки дети. А-а-а. Нет, это я так, мысли у меня бегают. Вообще посижу, не пойму как. Мороз 28 минус 28 градусов. Градусник у нас почему-то врет. Показывает минус 18. Непонятно почему. А-а-а. Причем это уже второй градусник. Это спиртовой, да, это какой-то? Я вот тоже думаю. Вот у нас раньше стоял, когда я была, ну, с родителями, жила, градусник, он никогда не врал. И сметь его не было. Даже если врал, этого не знаю. Ну, но согласись, странное совпадение. Второй градусник, и он, и оп, и второй, и подряд. Возможно, он врет к сметь его. Потому что вот Яндекс показывает минус 23. Да? Поэтому, если добавить к этим минус 18 пару градусов, за счет того, что он возле окна, то будет минус 20. Ошибки 3 градуса уже не было. То есть, короче, температура либо минус 18, либо минус 28. Ясно? Короче, что так? Минус 22, минус 23 градуса. В принципе, когда ветра нету, вот такие сильные морозы, не так трудно перенести. Ну, ты одеваешься тепло, заматываешь там себе глаза, оставляешь, как низи. Вот так вот идешь. Детей тоже шарфиком. И у нас, кстати, начальная школа, при том, что вроде бы как уже с минус 25, что ли, они уже не учатся с первой по седьмой. В общем, недавно было минус что-то 29, минус 30. У кого что показывал, у кого какой градусник, где как стоит. Ну, около 30, минус 30 было. И все равно наша начальная школа училась. Хотя в городе отменили занятия во всем городе. Представляете, наша началка училась. Ну, и средняя тоже училась. Ну, как учились? Если бы, например, родители решили не повезти там ребенка, то не было бы прогулок. Ну, а так нет никаких сообщений о том, что вы не приходите. Наши стараются учиться в любую погоду. Ну, и я о чем, что когда сильный мороз и нет ветра, и ты, например, только вот куда-нибудь дойти быстренько, то, в принципе, вообще нормально. Не сильно как бы так пагубно влияет. Даже ничего себе не отмораживает. А если, конечно, задержаться на улице, там играть, пойти что-нибудь, где-нибудь стоять, кого-нибудь стоять, то можно себе щеки немножко наморозить. Вот, в принципе, самая идеальная одежда в такие морозы, это горнолыжные костюмы. Вот. Раньше мы как? Валенки, эти шубки мутоновые, шапки мутоновые или кроличьи, шарф тоже по самые эти глаза и штаны. Ну, тогда не было оболоник вроде бы, не было, одевали много-много штанов. Вот так мы тоже ходили. Морозы всегда были на Урале сильные. Ну, местами, не всю зиму. Может быть, сегодня минус 28, завтра минус 10. У нас минус 10, это очень тепло. Опять же, если вот ветра нет, ветер есть, даже минус 5 будет мороз в зиму. И что, сегодня у нас соревнования. нет. Видите, какое солнышко там, что-то, не знаю. Видно, нет, рассвет. Время сейчас полдесятого, но немножечко. Не, ну, я думаю, а во сколько полдесятого у нас занятия? Десять? Говорит, и гимнастика. Десять? Мы должны успеть. Сильно гнать не надо тоже, папа. Привет. Что я хотела сказать? А, папа вернется, муж мой, Ильгизар. Ты же Ильгизар? Борисович. Борисович? Ты Борисович? А мы останемся у бабушки с дедушкой, и дедушка нас отвезет на дзюдо с Данилом. Вот мы втроем поедем, дед, я и Данька. Я поснимаю, вам там покажу, как он будет заниматься. Лишь бы не разволновался, увидев меня. И еще что? Сейчас, Даня. Я за мной, а что? А вот у вас там, вот эти штыри, которые ехали, подушки, Ничего не понятно, говори. Они тоже заморожены. Ничего не понятно, говори. Ну, эти штыри, которые ехали, подушки, на которые ты еще в голову положила. Ну да, железо. Да, эти штыри ледяные. Ой, железо. С тех пор, как Данил носит пластину во рту, он говорит плоховато, но лучше, чем сначала. Сначала он сильно шепелявил, а сейчас, если постарается, может говорить нормально, а если торопится, то как будто кашевал. Ну, кашевал. Я почему-то думала, по словам врача, что это пройдет, ну там через месяц он привыкнет. Но по сути, наверное, не пройдет, пока не снимешь пластину толком. То есть, хорошие эти все. Я не буду слушать. Пока не снимешь пластину. Может быть, надо какие-нибудь скороговорки скороговорить. Муж вернется, мы останемся, натянут там потолки в коридоре в ванной, в туалете и измерят этот зал, детскую кухню. Четыре, получается, комнаты, надо измерить. Три. А, три, 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 точно. Три. Вот. Детская. Большая детская. Там, где потолок, боль. Печаль. Сейчас везде пластиковые окна, нет узоров морозных на окнах. Хотя мы недавно захотели в магазин, и там, похоже, между окнами два стекла, и, получается, между ними попала влага или что даже. Там три даже стекла попадают, ничего себе. Всегда три стекла? Как нет? Это мы так тресмотрим с вами. Всегда три? Это минимум три, сколько? Потому что это так, белый, и мы чистим углом. Да, не холодные. Мы молчане. У нас три стекла, да? Нет, ну, есть меньше. Бывает два стекла. У родителей меньше, у родителей два стекла. На даче, да? На даче. На даче. На даче. На даче. И там начали образоваться узоры морозных, какие-то темно-пластиковые стекла. Красиво было. И вообще-то очень-очень красиво. Сейчас, если увидишь уже эту диковинку на старых окнах где-нибудь. А вы видите, теперь я не знаю. Опа, вы очень локается вместе. Получается гроза? Нет. Да. Приближается, молния. Нет, вообще нет. А что получается гроза? Получается дождь. А что бы сделать грозу? Это собирает синстатическое электричество. И оно мочится, когда идет дождь. И оно идет по каплям, и получается гроза. Огрома от того, как испаряется вода. Это лучше знать тебе? Нет. Я видела в мультике. Там говорили про дождь, а не про красу. Про красу. А как же ты у меня поджималец? Мам. Где? Где? Он у тебя отдельно. Отдельно. О, вот этот палец. Нет. Вот этот палец. Тут он, блядь. Варишь тебе этот палец. Здесь? Имей варежку, и я тебе покажу. Данил, ты нормальные слова говоришь? Нет. А? Данил? Данил? Что? Ты меня слышишь? Ты нормальные слова говоришь? Нет. А что ты их говоришь? Зачем ты их говоришь? А? Я не понимаю. Вот здесь он палец. Вот здесь. А теперь? Нет. Встал, сейчас. Смотри. Ну, тянись, давай. Не будешь? Тянись. Тянись, как? А теперь, где мне палец? Ай, ай. А теперь, где мне палец? А, не пейся, ты на секунду займешь. Ну, теперь, где мне палец? Все. Нет. Ну, там. Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. Ай, ай, ай. Ай, ай. Ай, ай. 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 а и Данька, да? Не лежит, не лежит 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 Не лежит Не лежит, не лежит Не лежит, не лежит Не лежит Не лежит, не лежит Держи, держи, молодец Держи, держи, держи Давай, крутись Молодец Крутись давай, Данька Подскакивайся 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 Я не знаю Дальше 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 а молодец